В клинику обратился молодой человек 34-х лет, худощавое телосложение с жалобами на слабость, боли в груди – больше слева, усиливающиеся при физической нагрузке – чувство нехватки воздуха. К врачам за последнее время не обращался. В отделении лучевой диагностики обратился самостоятельно с целью провериться. С целью выявления патологии грудной клетки – легких, была выполнена классическая цифровая рентгенография – органов грудной клетки в прямой проекции. Были получены следующие результаты. При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки в одной проекции. Легкие расправлены. В верхней трети правого легочного поля выявлены немногочисленные очаги диаметром до 5-6 мм. Верхушка левого легкого затянена за счет неоднородной инфильтрации размером до 90 на 81 мм, на фоне которой нельзя исключить наличие кальцификатов. В нижней трети легочное поле затянено, в левом плевральном синусе скопление жидкости. Левый купол диафрагмы расположен выше обычного, корень левого легкого расширен, реактивен, по своей видимости за счет лимфоузлов. Корень правого легкого структурен, несколько расширен. Тень сердца, аорта не изменены, костные структуры грудной клетки без особенностей. Выявлены изменения на рентгенограмме, а именно очаги, инфильтрации в верхних отделах легких, кальцификаты в легочной ткани, расширение корней легких, признаки увеличения лимфоузлов средостения, характерны в первую очередь для туберкулеза легких. Пациенту были разъяснены результаты исследования. Рекомендовано проведение мультиспиральной компьютерной томографии органов грудной клетки для верификации диагноза. На рентгеновском компьютерном томографе Toshiba Alekson 16 была проведена и москоты легких. Получены следующие результаты. Область исследования. Органы грудной клетки. Контрастное усиление не проводилось. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Справа в C2 зона инфильтрации 20х11 мм, рядом многочисленные гематогенные очаги диаметром 7 мм. Слева в C2 зона массивной инфильтрации с характерными кальцификатами и тяжами кастальной плевре, фемрозовым тракционным бронхоэктазом размером до 77х61х33 мм, размер кальцификатов до 14х8 мм, плотностью до 700х980 хаунсфилд, в C6 слева зона инфильтрации размером до 22х19 мм, объем левого легкого снижен за счет плащевидного слоя жидкости толщиной до 31 мм, объемом не менее 300 мл. Легкие расправлены, объем правого легкого 2426 см3, левого 1314 см3. Вход и проходимость трахеи, главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы, немногочисленные паратрахеальные лимфоузлы размером 14х7 мм, бифукрационные до 26х18 мм. Жидкости плевральной полости справа не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорты без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Полученные данные, а именно гемодогенные очаги, кальцификаты, лимфодонопатии средостения, характерные проявления фиброзы легких неоспоримо подводят к следующему заключению. Заключение. КТ-картина очагово-инфильтративного туберкулеза легких на фоне лимфодонопатии средостения, левостороннего гидроторекса. Уменьшение объема левого легкого. Рекомендована срочная консультация афтезиатра. Пациенту разъяснены результаты исследования, рекомендована срочная консультация афтезиатра. Учитывая массивные фиброзные изменения, объем и плотность кальцификатов, уменьшение объема левого легкого, наличие выпадов плевральной полости, можно с уверенностью говорить о многолетней протяженности данного процесса, о перенесенных периодах обострения и затуханий инфекционного процесса. Туберкулез. Это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Такой пациент потенциально опасен для окружающих, и ему нужна помощь врача-специалиста . По скриптам не забывайте о необходимости профилактической флюорографии. Это инфекционное заболевание, о том, что перенесенные Попробуем этот кальцификацию в Акцифике. Это инфекционное заболевание, что это не создало соединение и население инфекционного цифра. Это инфекционного коротекам. Продолжение следует...